Трёрдо печатая шаг, строго по форме одеты, Держа травними на флаг корпуса невельского кадеты. Добрый день! Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, кадеты, родители, духовенство, руководители. Мы рады приветствовать всех на торжественном мероприятии, посвящённом десятилетию Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Геннадия Ивановича Ельцкого. АПЛОДИСМЕНТЫ Торжественное обещание кадета Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Геннадия Ивановича Ельцкого. Невельского. Добровольно принимая на себя благородные и почётные звания российского кадета. Обещаю! Верно и самотверженно служить своему Отечеству, почитать святыни родной земли, хранить верность православным традициям. Обещаю! Быть честным и верным товарищем, свято блюсти честь свою, своей семьи и кадетского корпуса, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, всегда следовать кадетскому девизу. Кадет! 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 Друг и брат! Кадет! 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 Слово предоставляется контр-адмиралу Николаю Павловичу Мартынуру. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие кадеты, поздравляю вас с этим прекрасным днём вашей жизни. Вы приняли первую клятву на верность Великой Отчизне. Вы – будущее нашей страны. Поздравляю вас! Семь футов под Киле. АПЛОДИСМЕНТЫ Господа кадеты, поздравляю вас с юбилеем кадетского корпуса имени Геннадия Ивановича. Слово предоставляется директору Иваново-Вознесенского кадетского морского корпуса Алексею Михайловичу Алядреву. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш сегодняшний праздник – это продолжение разговора о воспитании наших детей, которые будут составлять наше будущее. В течение 10 лет мы старались воспитывать в детях лучшие качества не только гражданина, но и христианина. И результат нашего труда будет сегодня перед вашими глазами. Еще раз поздравляю всех нас с большим событием и желаю всем вам крепкого здоровья и всем утра в квартире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, за эти годы в православной школе и в кадетском корпусе сложились добрые традиции, которые поддерживаются и педагогами, и руководством кадетского корпуса. И знаете, вот перед началом этого мероприятия, когда мы его готовили, мы постарались все эти традиции, все эти добрые начинания, которые были за 10 лет, объединить в один фильм, который называется «Кадетский корпус. От мечты до свершения». Мы предлагаем его вашему вниманию. В июне 2007 года на территории Ивановской области были торжественно пронесены мощи святого апостола Андрея Первозванного, покровителя России и ее флота. Крест апостола Андрея изображен на российском военно-морском флаге. Именно в эти дни по благословению тогда епископа Ивана Вознесенского и Генешевского Иосифа началось формирование морского кадетского корпуса на базе православной средней школы Феодоровской иконы Божией Матери. А 22 декабря 2007 года состоялись торжества в честь открытия кадетского корпуса, который вот уже 10 лет носит имя Героя России, адмирала Геннадия Ивановича Ивриспорта. Мечты о море, дальних походах, суровом противоборстве со стихией, настоящем морском братстве, приключениях и подвигах вырастили не одно поколение моряков. И совсем не обязательно для этого было родиться на морских берегах. Это фамилия адмиралов, родившаяся в нашей Ивановской области, далекой от морских берегов. Можно назвать другие имена – великие, славные. Невобедимый адмирал Федор Ушаков, святой праведный воин, родился в сельце Бурнакова, сейчас это Прыбинский район Ярославской области. Герой Севастопольской обороны, адмирал Бабил Степанович Нахимов, родился в Миротке, спас в Волжинской области, Вязевского уезда, Смоленской губернии. Усадьба Дракена Костровской губернии – малая родина адмирала Геннадия Ивановича Юрьского. До сих пор люди смотрят некоторые широкие, как это, сухопутный город и морской Костровской области. Но вот как изначально были заложены какие-то смыслы, так им не остается. Все-таки мы выбирали символическое, духовное, нравственное начало. Красивая морская форма, четкий военный строй, выбравка. Отличные показатели на огневом рубеже и в рукопашном бою. Медали и губки, почетные грамоты за победы на сборах и в соревнованиях. Это внешние успехи, к которым, конечно, хочется стремиться, без которых нет никакого конецкого образования. А сколько всего было за эти годы? Вспоминаются о летней сборе в старинном селе Стрелка на Луге, благодарном Тихоновом Лугском монастыре и на Святом Озии Южского района. Соревнования на военном поригоне в Балашихе. Морская практика на парусно-моторном судне «Соболец». Сплавы на катамаранах по малым рекам России. Путешествия по военно-историческим дорогам Белоруссии и Крыма. Поиск и подъем погибших в боях в Великой Отечественной Носмоленщине. Захватывающие и серьезные годные экспедиции на Тримаране в Русь. Кронштадт и Владивосток. Кострома и Севастоп. Пожалуй, высшим признанием успехов кадетского корпуса имени адмирала Невельского стали две исторические встречи кадет, главы попечительского совета и директор корпуса с президентом России. Первая встреча в 2011 году по итогам третьего этапа историко-географической экспедиции «Путь Ориона» под руководством полярного путешественника и исследователя Олега Витровича Волонгина. Другая в январе 2015 года по итогам успешной реализации президентского проекта по пути адмирала Невельского. Огромное желание заниматься тем, чтобы воспитывать будущих воинов, будущих защитников Отечества, людей, которые встанут на рабочие места, на поприще гражданское или военное. Все, я понял, что это мое. Конечно, приходилось много смотреть по сторонам и присматриваться в объединительности педагогов, педагогов в вашей школе. Причем каждый педагог – это уникальная личность, у которой можно было учиться. Вы были прекрасные, и работали сейчас прекрасные офицеры. Знаете, я ведь у них тоже практически в группе педагогических деятельностей не докладываются. Вы были офицеры, те офицеры, которые служили на флотах и принимали жесткие решения. А здесь дети. Нет, прекрасно. Они с этой работой справлялись, и меня это радует. Я не рушу пастырь, не снимала гроза. Знаю, этого мало лампад не косить. Дай мне, Господи, право, не прятай глаза. Дай мне мужество первого прощения просить. Дай мне стойкость себе и другими солдатами. Не погибнуть и сразу в смертельном бою. Дай судьбу мне повлекли его забистать. Выкупая предательство в шкуру свою. Дай мне силы не трогнуть, русле или взвыть. Покидай корабль, ведущий ко дну. Если можно, дай мне награду любить. Если можно, конечно, и только одну. В этой школе, что была открыта более ста лет назад, на рабочей окраине Ушаковка, близ города Иваново-Вознесенск, и сегодня звенят звонки, проходят уроки. Тогда это была вторая земская школа. Перед войной и после нее 38-я школа города Иваново. Ныне это православная средняя школа феодоровской иконы Божией Матери и Иваново-Вознесенский морской кадетский корпус имени адмирала Невескова. Прямо напротив школьного крыльца памятник с именами тех, кто учился здесь накануне войны. На обелиске надпись «Живые бесконечно обязаны вам». Ниже имена четырех героев Советского Союза, учившихся в этой школе. Василий Иванович Веселов, Петр Анфимович Житков, Константин Федорович Захаров, Алексей Михайлович Нелованов. На бетонно-мраморной стене за обелиском имена двухсот учеников школы тех, кто погиб и пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. В той школе я учился с 1962 года, 1962 года по 1972 году. Вот этот памятник мы собирали для металл, макулатуру, и этот памятник мы в Лидии было построено со мной. После окончания школы зашел в школу, узнал, что здесь кадетский корпус укрыт, и так касался здесь, работающий офицерам-испытателям. Наши дети более знают историю, чем другие. Благодаря тому, что наши кадеты ездят и на раскопки во времена войны Великой Отечественной, поднимают бойцов. Я преподаю морское дело. А что я могу посоветовать? Служить Родине. В честь, в восторг. Это самое почетное дело служить Родине. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Симкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова нехорошим качеством, не упороть эти нехорошие качества, когда дети не будут чувствовать это от отечественное обувь. И очень важно было найти ту систему воспитания, создать туманки, где мальчики воспитываются будущими мужчинами, а девочки воспитываются будущими материалами, а мальчики воспитываются, еще раз хотелось бы поставить описать, будущими мужчинами и защитниками Отечества, людьми ответственными и мужественными, и добростными. Десятилетия. Много это или мало? В масштабах истории мгновение. Но для многих выпускников кадетского корпуса имени адмирала Невельского этот миг стал поворотным в истории жизни каждого из них, как и сто, двести, триста лет назад. Кадетство — это школа служения Отечеству земному и Отечеству небесному. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, слово предоставляется Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Иосифу, митрополиту Иваново-Вознесенскому и Вичевскому. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие кадеты, уважаемые участники нашего сегодняшнего торжественного мероприятия. Мне бы хотелось от лица духовенства, монашу, строящих нашей епархии всех вас сердечно поздравить с этим значимым событием для нашего региона, десятилетиям, со дня создания Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса в честь адмирала Невельского. Сегодня по праву можно сказать, что корпус занимает достойное место в общеобразовательном пространстве нашего региона. За достаточно непродолжительное время педагогическому коллективу удалось сделать очень много в плане формирования и реализации повседневной жизни правильного принципа патриотического воспитания. Сегодня в учебном заведении сложилась четкая система синтеза духовно-нравственного и военного воспитания. Причем педагоги очень смело использовали как традиционный подход, так и инновации, в том числе и в вопросах физического воспитания. И, наверное, самое главное, что в основу учебного и воспитательного процесса в корпусе положены принципы православной веры и православного взгляда на мир веке и роли в этом мире человека. Ну и как результат, это выпускники кадетского корпуса, которые любят свою родину, готовы ей служить и готовы ее защищать. И на самом деле это очень высокий результат огромных трудов своего педагогического коллектива во главе с директором Алексея Михайловича Альябьева. И, пользуясь возможностью, мне бы хотелось в этот памятный, высокоторжественный день вручить директору школы и тем людям, которые на протяжении многих лет оказывали и оказывают помощь в развитии корпуса церковные награды. В связи с десятилетиями со дня образования Ивана Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского, директор Алексей Михайлович Альябрьев награждается медалью свидетеля Василия Кенишенского третьей степени. Архивийские грамоты награждается заместитель директор православной средней школы Федоровской иконы Божьей Матери по учебно-воспитательной работе Радмила Германа Двизова. Архивийские грамоты награждается руководителем Ивановского регионального отделения Русского географического общества, председателем Победительского совета Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Олег Викторович Волынкин. Архивийские грамоты награждается директор научно-технического центра промышленная энергетика, попечитель Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Радмила Германа Двизова. Архивийские грамоты награждается директор ООО «Каранты-Вест-Победитель» Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Роман Андреевич Сидор. Архивийские грамоты награждается генеральный директор группы компании «Биастар», попечитель Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Радмила Германа Двизова. Архивийские грамоты награждается генеральный директор ООО «Жилищный фонд», попечитель Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Александр Главневич Терек. Архивийские грамоты награждается соусвидитель компании «Производственный кооператив «Биастар», попечитель Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Вячеслав Николаевич «Биастар». Архивийские грамоты награждается попечитель Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Виктор Юрьевич Каменский. Архивийские грамоты награждается депутат Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Виктор Юрьевич Каменский. Архивийские грамоты награждается депутат Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского Архивийские грамоты награждается депутат Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Небельского после имени адмирала Небельского, Николай Николаевич Натуй. Я сердечно поздравляю всех награжденных. Желаю Божьей помощи руководству школы, всем учащим и учащимся. Пусть Господь и впредь дает вам необходимые духовные и телесные силы. Дает вам необходимую мудрость и самое главное терпение делать из этих маленьких детей взрослых, ответственных мужей, которые будут не бояться принять ответственность за себя, за свои семьи, за свою Родину. С праздником всех! Слово для приветствия предоставляется главе города Иваново Владимиру Николаевичу Шарапову. Дорогие друзья, я поздравляю вас с десятилетиями создания морского кадетского корпуса. Конечно, трудно переоценить роль патриотического воспитания в жизни нашей страны. Сейчас мы видим то, что благодаря таким подвижникам, которые занимаются воспитанием наших детей, и не только в плане военной подготовки, но и в плане духовного развития, конечно, от этого будет зависеть жизнь страны в будущем, и, конечно, нашего региона, и нашего города. И в этот день хочется сказать огромные слова благодарности всем тем, благодаря которым у нас существует морской кадетский корпус. Искренне хочется их поблагодарить, поздравить с такой замечательной круглой датой, и, конечно, мы будем и дальше стараться оказывать всемирную поддержку морскому кадетскому корпусу, и тем людям, которые занимаются его развитием в начинании, и, конечно, по традиции «Семь футов под Килем». Благодарственное письмо вручается педагогическому коллективу Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Невикского за большую работу по воспитанию и обучению подрастающего поколения и в связи с десятилетиями со дня образования корпуса. Директор Алексей Михайлович Аляглев. Дорогие друзья, еще раз с праздником. Всего самого доброго и успехов, и счастья, и благополучия в новом 2018 году. Всего доброго. Владимир Николаевич, Владимир Николаевич, вот это, наверное, Алексею Михайловичу, да? Я тоже так думаю, да? Слово для приветствия предоставляется председателем Ивановской городской думы Александру Станиславовичу Кузьмичеву. Ваше высокопресвященство, уважаемого владыка, уважаемый Алексей Михайлович, товарищ Кондакомирал, товарищи офицеры Мичина, господа кадеты, уважаемые участники торжественного мероприятия. Для всех нас, конечно, это очень важное событие, потому что 10 лет современной истории – это большая дата, потому что наш корпус стал одним из центров патриотического воспитания, и не только центром воспитания настоящих граждан России, но самое главное, он очень многое делал для того, чтобы слава нашего военно-морского флота распространялась в территории Ивановской области, города Иваново. И, конечно же, кадеты очень много сделали для того, чтобы слава о нашем городе, она распространялась по территории нашей Великой Отечества. Вот многие задают вопрос, почему в нашем городе Иваново, Иваново-Встисецка, создан морской корпус. Это связано, мне кажется, с тем, что Россия стала великой державой только тогда, когда обрела мощный моряно-морской флот, когда вышла к морям. И, наверное, особая миссия нашего Отечества заключается в том, чтобы вести православие, вести свет к миру, благодаря тому, чтобы расстроить свое влияние на морских просторах. И Россия сегодня это успешно показывает. Мы видим, как наши военные моряки успешно выполняют задачи в Средиземном море, несут боевое дежурство на всех морях и океанах нашей земли, обеспечивая безопасность всего человечества. И то, что благодаря работе воспитателей, благодаря поддержке благотворителей корпус успешно работает, получает образование нашей кадеты, это тоже огромная заслуга и уверенность стоит нам всем тем, что Россия останется великой морской державой, если есть такие подвижники, если есть такие адмиралы и офицеры, которые помогают сегодня молодежи думать и стать, становиться нашими защитниками морских рубежей. От всей души поздравляю всех кадетов, воспитанников, преподавателей, всех тех, кто делает это святое и богугодное дело по воспитанию молодежи в духе патриотизма и веры нашего Отечества. С праздником! Алексей Михайлович, от всех депутатов городской думы самые добрые слова, это от жителей города Ивановской городской думы и наш подарок. Спасибо вам огромное. В прошлом грамоте Ивановской городской думы награждается учредитель православной средней школы Феодоровской иконы Божьей Матери, настоятель прихода или пророка города Иваново архимандрит Никандр Шамов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Директор православной средней школы Феодоровской иконы Божьей Матери и Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Левскула Алексей Михайлович Алябьев за большой план развития школы и высокий профессионализм. Заместитель директора по воспитательной работе православной средней школы Феодоровской иконы Божьей Матери и Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Левскула Лия Виталиевна Кутузова за большой план развития школы и высокий профессионализм. Учитель английского языка православной средней школы Феодоровской иконы Божьей Матери Нина Борисовна Батопальская Педагог дополнительного образования православной средней школы Феодоровской иконы Божьей Матери и Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Левскула Марсель Вергоязович Мифтахов за большой план развития школы и высокий профессионализм. Учитель биологии, учитель технологии православной средней школы Феодоровской иконы Божьей Матери и Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Левскула Татьяна Николаевна Самсонова за большой вклад в развитие школы и высокий профессионализм. Слава Иваново-Вознесенскому морскому корпусу! Слава Великой России военно-морскому флоту! С праздником! Дорогие друзья, мы с удовольствием приглашаем на сцену контр-адмирала Николая Павловича Мартынова и председателя Победительского совета Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Левскула почетного гражданина города Иваново и Ивановской области руководителя Ивановского отделения Русского географического общества Олега Викторовича Волынкина Уважаемые собрания! Уважаемые духовенства! Уважаемые руководители города! Родители! Прежде чем дети! Примите наши искренние поздравления в связи с сегодняшней знаменательной датой десятилетиям создания Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса Уважаемые друзья! Я сегодня вместе с нашим уважаемым гостем контр-адмиралом готовил приветственное слово, которое изложено в моей парке Но когда я услышал все эти слова, которые были сказаны с этой трибуны я хочу к ним присоединиться И еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы вместе с нами вместе рядом разделяете наше торжество и нашу радость И хочу проинформировать вас с Николаем Павловичем Бордыным о том что в этом году начнет с сегодняшнего дня стартует огромный президентский проект поддержку которого мы получили совершенно недавно В рамках продолжения проекта «Наследники пути» адмирала Геннадия Ивановича Герескова проект «Наследники пути» адмиралов российского флота Этот проект старт мы даем сегодня И хочу вам сказать, что в этом проекте будет задействовано свыше 6 тысяч учащихся не только города Иваново-Ивановской области но и школ, городов, начиная от Калининграда до Владивостока Этот конкурс и этот проект пройдут в три этапа Завершающий этап пройдет на легендарной земле русской земле, крыльской земле с 25 июля по 15 августа в городе Севастополь и Крыму Все это результат и плод той большой огромной работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию которая проделала путь православная школа и морской кадетский корпус Я вас с этим поздравляю и хочу сказать, что в этом проекте будут принимать участие и курировать его наш клуб адмиралов России Я слово предоставлю Николаю Павловичу Мартынину Уважаемые воспитанники Уважаемые воспитанники морского кадетского корпуса имени Адмиралов Геннадия Ивановича Уважаемые родители гости Я не буду повторяться, но не имею права не озвучить исторические факты, которые имеют место Да вы, их надо только прочитать На нашей земле с вами стояли у истоков создания океанского военно-морского флота наши земляки Многие, родившиеся в начале века и к началу Великой Отечественной войны уже занимали серьезные посты И нельзя эти фамилии не назвать, потому что объекты с такой были озвучены далеко не всем Наверное, будет корректно мне начать все же с маршала Советского Союза Василевского Александра Михайловича Родившиеся в селе Новая Гольчиха Кинешевского уезда, ныне Витчевский район Далее Маршала авиации Жаворонков Сергея Федоровича Елене Сидоровское, Глуховское район Далее У нас огромное количество по-другому не назовешь из сухопутного края Казского края вышли адмиралы-подводники Ныне здравствующие И, к сожалению, большее количество их нет На береге стерпения я вынужден назвать Вице-адмирал Автошин Владимир Владимирович Город Южа Кон-адмирал Волков Виктор Яковлевич Город Шуя Адмирал Зайцев Виталий Васильевич Деревня Купалище Пестяковского района Деревня эта не существует Его свозили, он поклонился только кустам Как и в свое время на месте урочища И родился Геннадий Иванович И родственники Там тоже ничего не осталось А Зайцев Виталий Васильевич Это заместитель руководящего военно-морским флотом Чистый Аковщик Прошел от курсанта до полного адмирала И возглавил это управление Кон-адмирал Герой Советского Союза Игнатов Николай Вячеславович И город Иваново-Вознесенцев Кон-адмирал Кондаринцев Виталий Александрович Город Пучер Кон-адмирал Носков Анатолий Кузьмич Село Гриничево-Гюревецкого района Кон-адмирал Сиротинский Сергей Сергеевич Город Шуя Кон-адмирал Смирнов Геннадий Михайлович Деревня Воронина-Саинского района Кон-адмирал Смирнов Александров Деремия Владимировна, Приволского района. Мне повезло с ним служить, и впоследствии я занял должность через редное количество корпусов, человек начальником технического управления Чедоморского флота. Адмирал Спейдонов Эмиль Николаевич, город Макарье. Вот Роман Тихомиров Евгений Владимирович, село Васильевское Шуицкого района. Это адмиралы-подводники, основная масса это адамщики. Адмиралы-подводники, родственники Семеновской области. Контр-адмирал Трофеев Иван Дмитриевич, деревня Сереброво, Хавровского района. Контр-адмирал Жуков Яков Карпович, село Берехово, Комсомольского района. Яр, лично, Сокольское, Сокольского района, Николай Павлович Мартынов. Контр-адмирал Монтрохов Александр Николаевич, деревня Елосина и Вегетского района. Контр-адмирал Никитин Анатолий Николаевич. Деревня Коварово, Вегетинского района. Контр-адмирал Тюняев Алексей Николаевич. Деревня Малоглочково, Тейковского района. Контр-адмирал Чернышков Борис Николаевич, Геннадьевич. Город Иваново. Нельзя эти фамилии было не назвать, потому что наш небольшой Ивановский край, не обратите внимание, это все в основном из села, из деревни, к сожалению, которых не существует. Но мы все являемся наследниками тех великих адмиралов, героев Севастополя, адмирала Нахимова, адмирала Корнилова, адмирала Лазарева, адмирала Истомина, которые тела покоятся во Владимирском соборе, в усыпальнице адмирала. Лично я, в должности начальника технического управления в свое время и заместитель команды Черноморским флотом, занимался перезахоронением и установлением нижней части храма Владимирского собора именно Остана. Далее, по всему контуру на плитах высечены адмиралы, генералы и матросы, которые защищали город Севастополь. Ну как не сказать о таких людях, как адмирал Лужаков, родившийся здесь, в Ярославской области, который за время своей боевой деятельности не потерял ни одного боевого корабля, ни одного офицера или матроса, это ли мечеть. И свою жизнь закончил славно. После ухода в отставку он продолжил заниматься делом служения Отечества, служением Церкви и после следствия стал это правильно сказать, лику святых. Мы единственный боевой адмирал, который действительно принят в этом качестве ликви святых. И сегодня, сегодня, как уже было сказано, эта акция, которая будет пройдена, проведена, она будет, наверное, завершена в городе Севастополь, в городе русской славы. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, ребята долго репетировали, они готовили этот замечательный юбилей, мероприятие, и сейчас они вам покажут свое творчество. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов, Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Севастопольский ВАЗ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 с этой сцены гостеприимно принимающий всех гостей и друзей Иваново-Вознесенской православной школы иконы Божьей Матери, Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса. На территории Ивановской области сегодня работают 274 общеобразовательные школы, 9 частных школ, из них 6 православных. И абсолютно уникальная образовательная среда создана в школе Федоровской иконы Божьей Матери, православной школе. Именно на базе этой школы 10 лет назад появился Иваново-Вознесенский морской кадетский корпус, который сложил основы дальнейшего развития образовательного учреждения. В этой школе и в кадетском корпусе Алексею Михайловичу Олегову удалось создать абсолютно уникальный коллектив единомышленников, который живет общими смыслами, общими задачами воспитания. И действительно это то уникальное образовательное учреждение, которое гармонично сочетает в себе традиции военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания личности. И сегодня я от всей души хочу поздравить родителей, воспитанников, офицеров, преподавателей учреждения, поблагодарить попечителей, без которого частным образовательным учреждениям очень нелегко сегодня было бы реализовывать свои задачи. И, конечно, особые слова благодарности сказать всем педагогам, которые работают с нашими детьми. Уважаемый Алексей Михайлович, позвольте вручить наш адрес. Небольшой, я бы сказала, сладкий подарок, который в этом пакете тоже со смыслом. Подарить небольшую вот такую корзину цветов уже с новогодним акцентом, потому что вы начинаете Новый год своей жизни. И не могу не сказать о том, что небольшому образовательному учреждению, в котором практически авторская воспитательная модель Алексея Михайловича вместе с единомышленниками реализовывается, удается реализовывать на территории региона и даже России, опять же, масштабные, уникальные, социально значимые президентские проекты, в которых мы, безусловно, будем участвовать. Добрый путь! Уважаемые кадеты, уважаемые педагоги, родители. Гости. Я хочу тоже от имени управления образованием, себя лично поздравить всех с этим замечательным праздником. У меня приветственный адрес от начальника управления. Здесь очень много хороших слов, но после выступления я уже его зачитывать не буду. Я посоединяюсь, чтобы утомлять, так сказать, почленную публику. Я присоединяюсь к тем словам, я только единственное, что хочу добавить, что вообще в нашей стране, наверное, в любой стране, в любом деле, очень много зависит от личности, роль личности в истории. И вот это, конечно, божий промысел, что на этом посту, на этом месте оказался Алексей Михайлович. И как директор школы, и как директор создателя Коденского корпуса, это огромная работа, это огромный труд. И я, поскольку в школе бываю, в общем, достаточно регулярно, я вижу, как она преображается в материальном плане, как такие новые проекты постоянно, постоянно бурлить жизнь. Это интересно и педагогам, и детям. И Алексей Михайлович, дай вам Бог многих лет здоровья, чтобы ваше это дело, дело всей жизни, вы многие годы продолжали. Ну, а тут небольшой еще тоже подарок, что управление образованием книгу, конечно, которая, в общем-то, приканчивается и вашим воспитывающим и педагогам. Спасибо. 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 Дорогие друзья, Коденский корпус, как уже здесь говорили многие выступающие, это действительно, это уроки со звонками, домашними заданиями, это церковные жизни с литургиями и таинствами, это основа военно-морского дела, физическая подготовка и эстетическое воспитание. И вы видели, как действительно физически подтянуты ребята, которые учатся в этой школе. И сейчас я хочу с удовольствием объявить следующий номер. Яблочко! Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА